К счастью, сегодня большинство родителей, которые перевозят детей в автомобилях, понимают, что использование детского кресла или специальных удерживающих устройств необходимо в первую очередь для безопасности ребенка, а не для того, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения. Меры безопасности в основном для детей, потому что сколько случаев было, что кресло спасает детей. Но есть и такие, кто выбирает, пожалуй, самый опасный способ перевозки малышей на руках у родителей. Почему так дети у вас перевозят с автомобилем? Ну, так получилось. Ну, оно должно так получаться. Вы знаете, что проходит операция юный пассажир? Ну, вот они нас довезли, вот несколько остановок. Вот у вас ребенок даже посередине сидит, чем вы рискуете. При резком торможении этот ребенок вылечит через злобовое стекло. Мы же не можем кресло с отмывать. Возите. Возите? Возите. Даже вот такси, которые ездят, они перед вызовом спрашивают, есть ли ребенок. Если есть ребенок, они ставят удерживающие устройства. Все. К ним вопросов, как говорится, нет никаких. Они так же несут равное ответственность, как все. Вы понимаете, вот у ребенка вы подвергаете опасности. В ходе ежедневных рейдов инспекторы ГИБДД проверили использование ремней безопасности при перевозке детей и наличие специальных удерживающих устройств в машинах родителей. На сегодня перевозка детей допускается только с детским креслом, автобустером или так называемым удерживающим треугольником. За нарушение с 1 сентября прошлого года предусмотрено административное наказание в виде штрафа 3000 рублей. Детское автокресло, оно выбирается в соответствии с ростом и весом ребенка. Устанавливается, возможно, установка данного автокресла на переднее сидение автомобиля и крепление его штатным ремнем безопасности. В детском кресле присутствуют свои ремни безопасности. Они точно такие же, как у гонщиков в Формуле-1. Поэтому это наиболее безопасное приспособление для перевозки детей. Возможно, использование специальных бустеров, либо треугольника ФЭС. В рамках оперативной профилактической операции «Юный пассажир» сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения провели акцию «Ребенок в машине», в ходе которой подарили водителям, перевозящих детей по всем правилам, специальные наклейки.